Празднование дня города началось с торжественного поднятия флага официального символа Сочи. Его поднял почетный караул под музыку военного духового оркестра. На церемонии присутствовали глава курорта Алексей Копайгородский, председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов, а также делегации городов-побратимов английского Челтенхэма и японского Нагата. После иностранных гостей прогулялись по Новогинской и оценили уличную выставку. Куклы-обереги, игрушки, новогодний декор, традиционные сочинские сувениры и многое другое было представлено на выставке работ мастеров декоративно-прикладного искусства. А на этом стенде все желающие могли бесплатно сфотографироваться с совой, выпить горячего чая с ушками и принять участие в акции под хэштегом «Сохрани каштан». Сзади инструкция по уходу, как правильно его выращивать и ухаживать за ним. Пожалуйста, присоединяйтесь. Сотрудники сочинского нацпарка подготовили больше тысячи семян каштана и бесплатно раздавали их всем желающим. Танцы, музыка, сказочные персонажи и даже съемки фильма. В центре города работали фотозоны, отражающие этапы развития курорта. А вот будущему города был посвящен танцевальный флешмоб. В нем приняли участие полсотни человек. Как обычно у нас проходит всегда день города очень здорово, весело, многолюдно. Есть чем заняться, есть на что посмотреть. Очень все хорошо. Наш город так сам по себе очень красивый. И я бы пожелала, чтобы он в том же духе развивался и становился только красней. Особый темп празднику в спортивном городе задал традиционный велопарад. Три, два, один, старт! Около трехсот человек, как любители, так и именитые спортсмены, проехали по центральным улицам города. Очень здорово, что людей становится все больше и больше. Все очень яркие, все позитивные. С огромным желанием и хорошим настроением мы приехали сегодня поучаствовать в этом масштабном событии. Отдельная велогонка на Кубок главы города Сочи прошла среди профессиональных спортсменов и ветеранов велосипедного движения. Этот вид спорта по поручению главы города сейчас активно развивается на курорте. В этом году и закупили новые велосипеды для отделения школы спортивной. И сегодня мы проводим такие велопарады, такие велогонки и рассчитываем на то, что Министерство спорта Российской Федерации вернет традиционный этап велогонки всероссийской в город Сочи. Мы готовы. Мы уверены, что будет именно принято положительное решение, потому что нас все поддерживают. Центральные улицы перекрыли ненадолго. Уже к 11 часам движение было восстановлено. И попасть в центр города, где проходили народные гуляния, жителям и гостям курорта не составило труда. Отдельное творческое пространство для детей было организовано в Черешневом саду. Развлекательная программа, игровые площадки, выставки, фотозоны, интересные квесты и мастер-классы. Очень приятно, удивлен тем, что в Сочи проводятся такие мероприятия. Интересные, вот допустим, трогательный зоопарк, потом вот эти тематические выставки. Мастер-классы очень интересные для детей, самое главное для растущего поколения. Это, я считаю, очень хорошо. В Сочи и такие праздники, это очень приятно. Мы очень рады, что для деток всё это создаётся. Дети могут расслабиться, порадоваться и природой, и солнышку этому, и общению. Мы рады этому празднику. Празднование Дня города завершилось концертами. На площади флага выступили духовой и симфонические оркестры, а также кубанский казачий хор. Всех гостей с Днём города поздравил мэр Алексей Копайгородский. Спасибо каждому из вас за то, что сегодня находитесь здесь. Разделили наш праздник. Спасибо за ваш каждодневный труд, благодаря которому наш город становится краше. И у нас с вами серьёзные перспективы, серьёзные возможности на благо нашей Родины, на благо нашей страны, на благо нашего Краснодарского края. Концерт прошёл и на площади Южного Мола. Для гостей пели молодёжные кавер-группы и певица Нюша. Завершился вечер праздничным салютом. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКД.